С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 21 мая. Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Провозглашен ООН в 2002 году. В самом названии все расшифровано. Также сегодня день полярника. В 1937 году заработала первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции Северный полюс-1. Руководил этой станцией доктор географических наук Иван Папанин, удостоенный звания Героя Советского Союза. День Тихоокеанского флота. В 1731 году, 21 мая, указом императрицы Анны Иоанновны, был образован порт Охотск, который до 1849 года оставался единственным в Тихоокеанском бассейне. Так началась военная флотилия на Дальнем Востоке с базы в Охотске. Также сегодня день военного переводчика, который отмечается в России, и день инвентаризатора, или проще, чтобы все понимали, день работника БТИ. Ну и еще. 21 мая во всем мире отмечается так называемый Международный день космоса. О нем из того же самого космоса объявил американский астронавт Эндрю Томас, пребывая, между прочим, на российской орбитальной станции МИР. Но мы-то с вами знаем, что настоящий день космоса, 12 апреля, всемирный день космонавтики. У родившихся в этот день 427 год до нашей эры, Платон, греческий философ, якобы родился. Эту дату рождения Платона приводят некоторые источники, хотя точных данных, как вы понимаете, нет. Платоном его прозвали за ширину плеч, отсюда слово «широкий». Один из восторженных учеников Сократа, основатель первой академии, который ввел термин «философия» и был, кстати, дважды олимпийским чемпионом по панкратиону. Это что-то общее между борьбой и боксом. 1265 год. День рождения, опять же, по некоторым данным, Данте Олегьери, итальянского поэта. Создатель комедии, позднее получивший эпитет «божественный», введенный, кстати, Бокаччо, в который был дан срез позднесредневековой культуры. Точная дата рождения действительно неизвестна. Только понятно, что он был крещен 26 мая 1265 года во Флоренции под именем Дуранте. А его любовь к флорентианке Беатриче получает таинственный смысл. Он наполнял ею каждый момент существования. Ее идеализированный образ занимает значительное место в поэзии Данте. «О, вышний свет! Над мыслью земною столь вознесенной памяти моей верни хоть малость виденного мною и даруй мне такую мощь речей, чтобы хоть искру славы заповедной я сохранил для будущих людей». 1906 год. День рождения Сергея Герасимова, знаменитого и легендарного советского режиссера и актера. А в 1921 году родился Андрей Сахаров, физик, отец советской водородной бомбы, правозащитник. В 1924 году родился Борис Васильев, писатель, автор знаменитого «О зоре здесь тихие». 1934 год. Глеб Панфилов, еще один советский кинорежиссер, приходит в этот мир. А в 1937-м родилась грузинская актриса Софи Котчуарелли. Единственная из советских актрис, которая семь раз удостоена приза за лучшую женскую роль на международных конкурсах. Она сыграла главные роли в фильмах «Не горюй», «Миллион в брачной корзине», «Ищите женщину». А всего на ее счету более ста ролей в театре и кино. Еще одна актриса, народная артистка России Любовь Полищук, появилась на свет в 1949 году. А в 1955 году родился Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации. Некоторые события этого дня. 1904 год. В Париже основывается ФИФА. Международная федерация футбола. Соглашение об этом подписывают представители семи стран. Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Испании, Швеции и Швейцарии. Двумя днями позже состоится первый конгресс ФИФА, на котором изберут первого президента. 1916 год. Великобритания, первой в мире, переходит на так называемое летнее время. По легенде, домовитые англичане хотели сэкономить на свечах. И поэтому искусственно удлинили световой день. Россия сделала это на год позже, еще в 1917 году. Но осенью 30-го власти летний час не отменили, и граждане Советского Союза стали жить, опережая время. И только в 1981 году стрелки часов вновь начали переводить дважды в год. А осенью 91-го время вообще передвинули не на час, а на два назад, чтобы привести часы в соответствие с астрономическими. Однако это вызвало волну общественного негодования. Темнеть-то стало непривычно рано. И уже в январе 92-го время вернули в привычное для этой поры года состояние. А с осени 2011-го россияне вообще перестали переводить стрелки часов. И игра со стрелками у нас пока остановилась. 1929 год. В СССР опубликовано постановление о признаках кулацких хозяйств, на основе которого отныне решались судьбы зажиточных в прошлом крестьянских семей. Кулацким относили хозяйства, в которых систематически применяется наемный труд. Или если в них, далее цитата, имеется мельница, маслобойня, крупорушка, просорушка, сложные сельскохозяйственные машины и так далее. Кулак теперь объявлялся вне закона. 1979 год. Певец Элтон Джон в Ленинграде дает первый из восьми концертов в Советском Союзе. Он становится первой западной звездой рок-музыки, выступавшей в СССР. 1991 год. Индия. Раджив Ганди становится жертвой тамильских террористов во время проведения избирательной кампании. Ну и последнее. В мае 1823 года в Кишиневе легли на бумагу первые 16 стров первой главы Евгения Онегина. Есть даже версия о том, что письмо Татьяны Конегину тоже было написано в Кишиневе почти через год, в марте 1824 года, когда новороссийский и бесарабский генерал-губернатор Михаил Воронцов разрешил Пушкину двухнедельную поездку из Одессы в Кишинев. «Прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Так писал Пушкин в предисловии к своему роману. Над книгой поэт работал 8 лет. И, как мне кажется, почти в каждом из нас есть что-то от Онегина, а в каждой что-то от Татьяны. Ведь Пушкин – это наше все. С вами был Николай Пельненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин